Ажиотаж на тихосмотр, зима на прокат и опасные игры в стране участили случаи травмирования детей во время катания на горках. Как не пополнить статистику? Это большие итоги. Самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Мария Бересневич. Мы начинаем. Электрокар от БелДжи, почтовый ящик без рекламы и экономика в эпидемии. В Беларуси вступили в силу новшества, связанное с COVID-19. Что теперь изменится? Повышенный спрос. Беларусы выстроились в очереди на диагностических станциях. Около 100 машин ежедневно проходят на стихосмотр. В чем причина такого ажиотажа? Вот кто-то с горочки спустился. Мальчик там ездит и вырезается в столб затылком. Специалисты в очередной раз напоминают о детской безопасности. Так чем опасен тюбинг? Горькие леденцы или несладкая сторона сосулек? Не заходите за огороженной лентами опасные участки тротуаров. Долгожданная зима принесла с собой опасные сюрпризы. Как не заработать черепно-мозговую травму? Такое нужное дело. Благотворительный марафон «Согреем детские сердца» набирает обороты. Мы уже сейчас, конечно, готовимся выполнить все те задачи, которые мы себе ставили. Что уже летом появится в Бобруське. Новые запреты, оптимистичный прогноз и последний выпуск. На 72-м году ушел из жизни Борис Грачевский. Чем запомнился создатель детства? Новый год – новые правила. На диагностических станциях страны выстроились очереди. Все дело в том, что за 7 лет, пока дорожный сбор был привязан к техосмотру, водители приспособились ездить без него. Как изменилась ситуация? С подробностями Аванес Степанян. Будни. Разгар рабочего дня. На Бобруських диагностических станциях очереди из автомобилей. Такую картину специалисты не видели уже лет шесть. Прошлый год и вовсе стал антирекордным. Желающих пройти ТО по сравнению с 19-м стало на 37% меньше. Автовладельцы объясняют это просто. Госпошлина уж слишком била по карману. Но в то же время без документов ездить опасно не только для бюджета, но и здоровья. А отныне правила изменились. Стали более либеральными. Первого числа поток машин вырос в разы. Около 100 машин ежедневно проходят у нас техосмотр. А это связано с тем, что отвязали от техосмотра оплату за дорогу. Поэтому люди поехали. На смену дорожной пошлине пришел транспортный налог. Его владельцам авто необходимо будет платить один раз в год. К слову, стоимость техосмотра теперь практически сопоставима штрафу за его отсутствие. А это минимум 29 рублей. Максимум 87. Сегодня проезд по линии и получение разрешения обошлись в 35 рублей с копейками. Это с учетом скидки. Без нее 39 для бензиновых и 40 рублей для дизельных. Техосмотр у меня закончился еще в октябре. Но я, как и многие другие белорусские водители, выжидал. А что будет дальше? И вот после 1 января, когда все стало понятным, я просто поехал и решил эту проблему для себя. Теперь у меня есть техосмотр и скидочная карта на 10%. Сама по себе процедура диагностики не занимает слишком много времени. На легковой автомобиль у инженеров уйдет порядка 15-20 минут, на грузовой 35. А вот тягач с прицепом проведет здесь больше часа. За две недели 21 года техосмотр прошли несколько тысяч бобруйчан. Причем ажиотаж во всех городах страны. Мнение водителей очень поменялось. И все к этому как-то более положительно отнеслись. С нашей стороны постоянно осуществляется контроль. Соответственно, при проверке водителей мы осуществляем не только техническое состояние, то есть визуальный осмотр трассных средств на перечень техни из Франции, а также на получение допуска к участию в дорожном движении. Сам транспортный налог теперь привязан к факту наличия авто. При этом ценник сбора ниже, чем оплата госпошлины. Годовая сумма по так называемым народным автомобилям, масса которых тонна полторы в среднем составит 60-80 рублей. Оплатить квитанции нужно будет, как только придет оповещение из налоговой. В отношении льготных категорий граждан следует отметить, что у нас предусмотрено снижение сумм транспортного налога на 50% для инвалидов первой и второй группы, для лиц, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста, на 25% для инвалидов третьей группы. Всем сразу угодить непросто, но одно точно ясно. Нововведения нашли позитивные отклики у водителей. Есть, конечно, и нюансы, но даже с учетом уплаты налога, потраченная сумма в итоге получится существенно меньше, чем до реформы. А авто до 91-го года выпуска и вовсе освобождается от налога. Раньше физлицу за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении за машину массой до полутора тонн и старше 10 лет нужно было заплатить 81 рубль. Сейчас 61. При массе машины от полутора до двух тонн ставка составляла 162 рубля. Сейчас 102. Как ни крути, но ощутимо дешевле. Техосмотр как положено, согласно требованию. Новая машина у меня раз в два года, без проблем. Были когда более пяти лет машины, более десяти вернее. Каждый год проходил. Это обязательно. Машина должна проходить ТО, чтобы быть самой уверенной, что она исправна. За машиной всегда ухожу, всегда есть огнетушитель, аптечка, все всегда присутствует. Никогда не нарушаю правила дорожного движения. И поэтому сейчас есть возможность пойти, почему бы не пройти, чтобы лишний раз не останавливаться турники ГИИ. В этом году тем, кто еще не платил пошлину, придет извещение на уплату авансового платежа одной базовой. А это 29 рублей. И уже в следующем году будет произведен перерасчет налога согласно ставкам тарифов. Таким образом, давняя проблема решена с максимальным учетом интересов каждой из сторон. Все хорошо. До свидания. Приезжайте еще раз. Спасибо большое. Мне у вас очень понравилось. Будем пользоваться каждый год вашими услугами. Аванес Степанян, Андрей Богдан. Итоги недели. Поддержка рублем, бесплатная консультация и бой шумным соседям. Новую меру предложили закрепить в обновленном кодексе об административных нарушениях. О чем речь? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. В Беларуси вступили в силу новшества, связанное с поддержкой экономики в эпидемию. Теперь любой сотрудник может уйти на самоизоляцию, и этот отпуск оплатят. В первую очередь это коснется предприятий с непрерывным циклом производства. Продолжительность такого отпуска определяется по соглашению сторон. Такая мера позволит нанимателю сформировать так называемый подменный резерв, чтобы предприятие не остановилось в случае заболевания основного персонала. Белорусские нотариусы в этом году проведут пять акций по бесплатному консультированию граждан и представителей бизнеса. Обратиться к ним можно 15 марта, 7 мая, 2 июля, 14 октября и 3 декабря. Граждане могут получить ответы на интересующие их вопросы, которые входят в компетенцию специалиста. Адреса нотариальных контор и бюро, контактные телефоны и актуальные графики работы на сайте Белорусской нотариальной палаты. Новую меру предложили закрепить в обновленном кодексе об административных нарушениях, который может вступить в силу уже в ближайшее время. В соответствии с ней нарушение правил пользования жилыми помещениями предусматривает штраф от 2 до 10 базовых за шум и вибрации в доме с 23 часов до 7 утра. Речь идет о звуке телевизора, радио, магнитофона, игре на музыкальных инструментах, громкой речи и шума от животных. Повторное нарушение влечет штраф уже до 30 базовых. Такая же ответственность за шум от ремонта в выходные и праздничные дни, а также в будни с 19 часов до 9 утра. Нововведения в законы, которые регулирует рекламный рынок, вступят в силу этим летом. С июля каждый сможет попросить рекламодателя прекратить вбрасывать в почтовый ящик листовки. По первому требованию владельца непрошенный бюллетень должен из него исчезнуть. От навязчивых звонков и писем на электронную почту документ также защитит. Без предварительного согласия такой контакт с клиентом будет запрещен. В информации о микрозаймах обязательным станет указывать годовую величину процентной ставки. Завод Белджи уже в этом году может представить на автомобильном рынке электрокары. В первом квартале планируется завершить все технические работы. Первые авто для обкатки завезли еще в марте. Отечественные специалисты провели испытания и отправили разработчикам свои рекомендации. К примеру, по модернизации системы мультимедиа или адаптации зарядной системы. Ватрушка может быть опасной. В Беларуси участились травмы, полученные во время катания на горках. Только за три дня в больнице страны с черепно-мозговыми травмами поступили 60 детей. В Минске водитель такси наехал на 4-летнего ребенка, который спускался по горке, примыкающей к дороге на тюбинге. Малыш влетелся в заднее колесо автомобиля. По словам водителя, он даже не почувствовал удар, а вот мальчика госпитализировали с черепно-мозговой. Так как обезопасить своего ребенка. Подробности прямо сейчас. Вторник, 2 часа дня. На горку возле санатория Ленина пока еще подтягиваются дети. Кто-то несет с собой ледянку, кто-то санки, а кто-то нынче модный тюбинг или так называемую ватрушку. А много детей на тюбингах катаются? Ну да. Видел, может кто-нибудь там падал с него или что-нибудь с каким-то травмом получал? Было такое, врезался куда-нибудь? Было. Поднимаюсь, ну, когда приехал, мальчик там едет и вырезается в столб затылком. Что потом было? Ну, короче, плакал и родители с ним ушли. А на ледянке как ездить, расскажи? Ну, тоже не очень безопасно, но нормально все равно. Может быть, видел, кто-то там падал, как-то себе ударялся, что-то было такое? Ну, да, когда много народу было. Ну, что было, расскажи. Ну, все почти падали, ударялись друг об друга. Это очень круто, потому что уже два года почти не было снега этого, и как только начался он, уже хочется не упустить момент. Впрочем, такая же ситуация и на другом конце города, рядом с молодежным парком. Только здесь уже побольше ребятни. Многие родители, кажется, и не подозревают, насколько опасны могут быть зимние забавы для их чад. Только за три дня порядка 60 маленьких белорусов получили черепно-мозговые травмы. Практически все, как один, катались на надувных санях. Медики констатируют, за последние пять лет так называемая тюбинговая травма вышла на первое место. Как вам горка рассказывается? Нормально, нормально. Страшно кататься? Нет. Чуть-чуть. Они ударялись, они не больно, ничего? Ударялись, но не больно. Стоп врезался. Здесь? Ну, тихонько, за сделок. А мама с тобой разрешает ходить на горку? Да? Да. А не боитесь, что покалечитесь? Я считаю, что одних нельзя пускать. Почему? Ну, потому что это опасно. И с родителями тоже опасно, надо смотреть в оба. А как относитесь к тюбингам? У нас они есть, но, в принципе, положительно, если я считаю, что горка безопасная. В основном мы ходим на пятом микрорайоне, там маленькая она, то есть... Более безопасная, чем эта, да? Да, да. Поэтому мы на попе сегодня. Класс. Вообще идеально кататься. Понравилось, да? Да. А не страшно? Нет. А вот смотрите, так близко к дороге подъехали. Не страшно, что вы можете вылететь на... Нет, она не доезжает. Она не доезжает. А родители пускают одних? Да. Ну, да. Да? Страшно? Нет. А что, без шапки, без рукавичек? Забыл. Первая жертва несанкционированных горок уже зафиксирована в Минской области. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели 10-летнего мальчика в Пуховичском районе. В воскресенье днем ребенок ушел кататься вместе с 14-летней девочкой. Однако подружка домой вернулась, а мальчик нет. Родители забили в колокола. Позже сотрудники МЧС обнаружили тело ребенка в заброшенном очистном колодце. Там же была его шапка, а рядом лежала куртка и пластиковая ледянка. Горка не должна заканчиваться автомобильной дорогой, водоемом, забором или деревом. При выборе горки нужно обратить внимание перед спуском, чтобы не было осколков разбитого стекла, торчащих камней, коряк, трамплинов, всего того, что нас может травмировать. Ну и на горке необходимо соблюдать дисциплину. Прежде чем спускаться, обязательно убедиться, что предыдущие спускающиеся уже отошли в сторону. Очень популярны тюбинги. Насколько они популярны, настолько они опасны, потому что развивают огромную скорость и практически они неуправляемые. Об опасности тюбинга медики начали говорить еще зимой 19-го. Предлагали ограничить их продажу. Именно тогда, во время катаний, погиб 24-летний белорус. В этом же сезоне были зафиксированы сотни травм по всей республике. Все дело в том, что тюбинг неконтролируем. Его невозможно остановить, затормозить или повернуть. А значит, дети не в состоянии следить за ситуацией. Что касается горок, конечно, кататься только в строго определенных местах, на каких-то средствах, которые, скажем так, более безопасны. В первую очередь опасность стоит не только в снеге, но и в гололеде. Это самая главная опасность, потому что повреждения после травм, полученных после катания с горок, не так часто встречаются в данный момент, потому что в обруске не так много горок. Однако именно ватрушки сметают с полок магазинов, как горячие пирожки. Только задумайтесь, надувные санки могут разгоняться аж до 100 км в час. Поэтому для таких забав нужно выбирать горки с уклоном не больше 20 градусов. Малыши до 8 лет и вовсе не должны находиться на снежных спусках и возвышенностях одни. Главное, чтобы безобидные забавы не превратились в настоящую трагедию. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Зима – время спорта. Сотни горожан уже успели опробовать снег и прокатиться на лыжах. Наличие своего инвентаря не обязательно, в городе работает прокат. В скором времени зальют хоккейные коробки и открытые ледовые площадки. Куда отправиться оттачивать мастерство, узнал Максим Кембель. Семья Кислюк сегодня решила заехать в прокат. Чисто спортивный интерес. Пока муж Александра, как опытный спортсмен, внимательно разглядывает инвентарь, мама Виктория примеряет обувь. Подход самый серьезный. Обмундирование должно быть удобное. Впереди километры лыжни. Захотелось попробовать что-то новое. Вот муж. Он, наверное, раньше катался, и мне захотелось вместе с ним. Вы катались? Ну, один раз только. На физкультуре. Все. И то так. Чуть-чуть. Ну и страшно сейчас будет на лыжи становиться? Нет. Любители холодных видов спорта нынче хоть отбавляет. В город наконец-то пришла настоящая зима. Снежный покров 27 сантиметров. Поэтому из-за кромов многие уже достали санки, лыжи, коньки. А вот у кого нет личного инвентаря, к вашим услугам прокат. На Пушкина 190 вы найдете все необходимое. Например, лыжи. Сутки аренды будут стоить 1 рубль 46 копеек. Инвентарь здесь исключительно made in Belarus. Телеханы. Если сравнивать с каталогом одного из интернет-магазинов, то за самые простенькие придется дать не меньше 90 рублей. Коньки далеко не ушли. За пару почти 100. Плюс покупки онлайн большой выбор. Но главный козырь проката – дешевая цена. Выбор за вами. Не забудут и про любителей хоккея. Всех желающих ждут 14 специализированных площадок вот таких коробок по всему городу. Уже в самое ближайшее время здесь зальют лед, и каждый сможет насладиться любимой игрой. Для тех, кто с клюшкой на «вы», есть вариант просто покататься на коньках. 9 открытых ледовых площадок вам в этом помогут. С адресами можно ознакомиться на сайте горисполкома в разделе «Спорт». Также зима 2021 вернула горожанам не только должок по снегу, но и возможность проведения спортивного праздника. 23 января пройдет Бобруйская лыжня. Место встречи изменить нельзя. Трасса у Ледового дворца. Там могут принять участие все желающие. Будут создаваться команды. Среди учащихся среднего общего образования, среди учащихся колледжей. Если придете без инвентаря, не страшно. Во время Бобруйской лыжни будет работать прокат. Главное – это хорошее настроение. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. В Беларусь пришла настоящая зима. Сегодняшняя ночь была самой холодной. Местами градус термометра опустился до минус 30. Обильные снегопады, метель на отдельных участках дорог гололедица. Водителей призывают учитывать погодные условия. ГАЭ рекомендует сдержанный стиль вождения. Водителям необходимо убедиться в исправности аккумуляторной батареи. Также необходимо проверить обогрев стекол, дворников, залить в бачок омывателя незамерзающую жидкость. Проверить наличие буксировочного троса в автомобиле, световозвращающего жилета, знак аварийной остановки. Перед поездкой за город необходимо в автомобиль положить лопату, теплые вещи, теплое питье. Также необходимо взять с собой зарядное устройство для мобильного телефона. Если же вы не уверены в том, что сильные морозы и ваш автомобиль заведется, либо будут какие-то другие неприятности, то лучше отказаться от поездки на автомобиле и воспользоваться общественным транспортом. Тем временем пешеходам стоит задуматься об удобной обуви и теплой одежде. Здесь нужно придерживаться принципа многослойности и выбирать вещи из натуральных тканей. Особое внимание нужно уделить рукам и ногам. Они должны быть сухими и в тепле. Шапка, перчатки и шарф – неотъемлемые аксессуары зимы 20-21. Если температура на термометре стоит минус 2, минус 3, но сильный ветер, можно получить обморожение даже при такой низкой температуре. Поэтому при первых признаках обморожения надо, конечно, обращаться сразу к доктору. По месту родительства в поликлинику или в приемное отделение больницы. Потеря чувствительности, ощущения покалывания и пощипывания, побеления кожи или волдыри. Таковы признаки обморожения. При их обнаружении ни в коем случае нельзя растирать замерзшие участки тела снегом, быстро отогревать их в горячей воде и употреблять алкоголь. Нужно уйти с холода, наложить теплоизоляционную повязку и выпить теплый чай. Чтобы не попасть в водки МЧС, жителям частных домов стоит правильно топить печь. Нельзя допускать перекаливания. Осторожно возможно падение сосулек. Долгожданное время года, кроме зрелищных пейзажей и зимних забав, принесло с собой и опасность. Как не угодить в больницу? Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. Это не просто знаменитая фраза из комедии, а реалии настоящей зимы. Вместе с ней в страну пришла и небывалая опасность. Снегопады, наледь, гололед и огромные сосульки. Их несладкая сторона в том, что при падении они могут не только травмировать, но и даже убить человека. Особо осторожными нужно быть всем без исключения. Неприятные сюрпризы могут поджидать где угодно. Совет от МЧС прост. Ходить подальше от балконов, карнизов и крыш домов и объяснять детям, почему запрещается играть на этих опасных участках. Для того, чтобы сократить путь, не заходите за огороженные лентами опасные участки тротуаров. Если есть такая возможность, сбивайте сосульки, чистите крыши от снеговой нагрузки. Сосульки появляются постепенно. При оттепелях снег на крыше домов тает, а ночью, когда температура воздуха опускается ниже нуля, талая вода замерзает. Так и образовывается нависшая опасность. Ее длина может быть от нескольких сантиметров до нескольких метров. При падении хрустальный наледь может достигать весьма приличной скорости до 60 км в час. Если она упадет на голову прохожему, то в лучшем случае приведется трясению мозга в худшем – гибели. Ответственность за снежные шапки и леденцы несут организации, у которых дом числится на балансе. Например, это трехэтажка на Минской 17, зона ЖУ номер 1. Если человек не знает, за кем закреплено потенциально опасное здание, можно позвонить в единый центр по вопросам ЖКХ на номер 115. Специалисты отреагируют и устраняют проблему. Собьют наледь с крыш, карнизов, балконов, проводов и водосточных труб. Ежедневно проходится обследование, плюс мы еще работаем со службой 115 единая, которая поступает нам в заявки. Мы сразу выходим, обследуем сразу в стране. Проходим инструктажи охраны труда, даем средства безопасности, огораживаем территорию, ставим людей с жилетами, чтобы люди не попадали в зону риска. Кроме того, на сайте 115 Белл можно загрузить фотографию сосулек, которые выросли на крыше дома. В ответном письме коммунальники не только сообщат о решении проблемы, но и также пришлют снимок, подтверждающий этот факт. Что же касается магазинов и торговых центров, то здесь ответственность лежит на собственниках. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Чудо в каждый дом в Театре драмы и комедии прошел новогодний праздник в рамках благотворительного марафона «Согреем детские сердца». Зрителями зимней сказки стали учащиеся паврусских школ. К слову, подобная встреча стала уже доброй традицией в канун Старого Нового года. Вот уже третий год подряд Белорусский детский фонд не оставляет без внимания тех, кому оно так необходимо. Помогают в этом и немало добровольцев, в их числе и актеры театра Дунина Марцинкевича. Именно они поставили спектакль для маленьких бобручан. Безусловно, продолжается еще наш марафон «Согреем детские сердца», который у нас в Могилевской области будет проходить еще до 31 числа. И мы уже сейчас, конечно, готовимся выполнить все те задачи, которые мы себе ставили. Кстати, одна из задач, которую мы ставили на телемарафоне – это собрать средства для того, чтобы у вас в Бобруйске, в вашем городском коррекционном центре, мы смогли к лету, к 1 июня открыть игровую площадку. Поэтому будем очень надеяться, что мы еще что-то будем для этого делать. И в итоге получится вот такое тоже приятное событие для ребят, которые занимаются в этом коррекционном центре. Но школьники, в свою очередь, после просмотра получили подарки. Специальные коробки в красивой обертке с приятными мелочами пришли прямиком из Великобритании. Лидеры рынка, финансовые трудности и план спасения Джо Байден представил пакет экономической помощи, что он собой представляет. Далее обзор громких мировых новостей. Новоизбранный президент США Джо Байден представил план спасения Америки. Это масштабный пакет экономической помощи, который включает почти 2 триллиона долларов. Он в первую очередь направлен на противодействие COVID-19. 400 миллиардов уйдут на вакцинацию и другие превентивные меры. Документ также предусматривает прямые выплаты американцам, временное увеличение пособий по безработице и других социальных выплат. Для реализации задуманного Америке придется увеличить госдолг. Но в долгосрочной перспективе Байден планирует залатать дыры в бюджете через повышение подоходного налога для богатых. Экономическое падение вынуждены констатировать в Германии в среднем на 5%. Промышленность сократилась почти на 10%, тогда как доходы в сфере услуг, включая культурные и спортивные события, которые в значительной степени были отменены, снизились на 11%. Не лучше обстоят дела и в Польше. Там на акции протеста выходят представители турбизнеса. Владельцы горнолыжных трасс и подъемников говорят, что находятся на грани банкротства из-за ограничений, введенных властями. Бизнесменов поддерживают и альпинисты, которые даже наложили свое вето на ограничения из-за коронавируса. Правительство Украины приняло решение усилить карантин в стране по 24 января. В государстве с 19 декабря уже действуют ограничения, которые охватывают период празднования Нового года и Рождества. Они будут действовать до конца зимы, до 28 февраля. При этом правительство не остановило работу детских садов, парикмахерских, продуктовых рынков, аптек и магазинов, которые торгуют товарами первой необходимости. Также будут работать зоомагазины, торговые точки по продаже семян и средств для защиты растений, автозаправки, банки и почта. Мировому производству смартфонов прогнозируют рост в этом году, а лидерами рынка станут Samsung, Apple и Xiaomi. Также специалисты посчитали и цифры по 2020. Компания Samsung – лидер списка. Она произвела почти 300 миллионов гаджетов. На втором месте яблочная корпорация – 200 миллионов. И замкнул лидерскую тройку по объему производства устройств Huawei со 170 миллионами выпущенных телефонов. От коронавируса скончался Борис Грачевский – создатель и бессменный руководитель любимого миллионами киножурнала «Яролаш». Две недели он сражался с болезнью в московской больнице. Кинорежиссер ушел из жизни на 1972 году. Помимо своего детища он создал такие картины, как «Крыша», «Междунот» или «Тантрическая симфония». Борис Грачевский – заслуженный деятель искусств России, службы и премии правительства в области культуры. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя – новые итоги. Увидимся. Новая неделя Новая неделя Новая год Продолжение следует...